Добрый вечер. В прямом эфире программа «Живые мысли». В студии я, ее ведущая Юлия Лебедева. И сегодня мы будем обсуждать повышение цен на ОСАГО. Буквально уже через несколько дней, с 1 апреля. Такое решение принял Центробанк России. И, собственно, сегодня у меня в студии, как всегда, два гостя. Это представитель региональной страховой компании «Надежда» Наталья Козлова и координатор Красноярского отделения Всероссийского движения автовладельцев Егор Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте. И я предлагаю сразу поближе познакомиться с нашими гостями. Визитка. Наталья Евгеньевна Козлова. Родилась 23 января 1977 года. Образование высшее. С 2000 года сотрудник региональной страховой компании. Сначала работала простым юрисконсультом, затем начальником юридического отдела. С 2006 – заместитель генерального директора по страхованию, дочерней компании. С 2012 – заместитель генерального директора по правовым вопросам, головной компании. Егор Дмитриевич Фролов. Родился 18 марта 1983 года. Образование среднетехническое. С 2006 года занимается автобизнесом. С 2008 года вошел в Федерацию автовладельцев России. Координатор Красноярского отделения ФАР. И я напоминаю, что наша программа идет в прямом эфире. И всю неделю на нашем сайте 7 канала www.trk7.ru мы спрашивали, считаете ли вы защищенными себя СОСАГО. Так вот, проголосовать можно и сейчас. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 9020, кодовое слово «ЖМ», пробел и ваш вариант ответа цифрами 1, если да, 2, если нет, и 3, если вы еще не сталкивались с выплатами по САГО. И я напоминаю еще также, что в прямом эфире могут присоединиться все телезрители. Для этого достаточно позвонить по телефону 258-11-26, высказать свое мнение или задать вопросы. И вот, Наталья, я сейчас вот прям сразу хочу вас спросить. Говорят, что в связи с повышением цен, ну вот с 1 апреля, уже во многих точках перестали продавать полисы. То есть люди приходят, им говорят, приходите в апреле, у нас очередь, у нас нет в общем полисов ОСАГО. Вот это вот действительно такая ситуация сложилась или искусственно вот ее вот создают, чтобы, ну, там может быть наживиться, я не знаю, с какой целью. Ну, это частично может быть связано с тем, что сейчас есть определенные лимиты полисов, да, выделяемые ежеквартально страховой компанией. И она рассчитывает на заключение новых договоров, да, в каком-то объеме, в каком-то объеме пролонгацию тех договоров, которые в прошлом году были заключены, их надо продлять. Конечно, сейчас, если все ринутся продлять договоры, вот 1 апреля, которые заканчиваются там в мае и июне, во-первых, искусственный ажиотаж для людей, для тех, кто в апреле вот у него заканчивается полис, ему надо продлять. А есть уже ажиотаж? Есть, 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 да, да, да. Вот, и второе, что просто и страховые компании не будут справляться с объемом, то есть в то время, когда за три месяца эти люди приходили продлять, сейчас они прибегут в первую неделю продлять эти полисы. Игорь, вот когда обсуждалось повышение цены ОСАГО, Союз автостраховщиков сказал, что это вынужденная такая мера, что в 40 регионах уже по ОСАГО терпят убытки. Вот насколько согласны Союз автовладельцев с этим мнением? Ну, мы на самом деле не согласны. Вот, как вам известно, 26 марта проходил круглый стол, где присутствовал наш президент Федерации автовладельцев Сергей Канаев, РСА, представители Центробанка. Дело в том, что вообще Центробанк, приняв такое решение, оно просто послушало СРСА. На самом деле, если посчитать все доходы, доходы за 2014 год, минус все выплаты, плюс 3% РСА, плюс 20% те доходы, которые могут на самом деле страховые компании иметь, остаток 25 миллиардов. Если поделить на 100 компаний вообще в России, то получатся неплохие суммы, которые куда-то делились. Ну, это бюджет Красноярска. Да, бюджет Красноярска. Ой, в крае даже, в крае, да? 25 миллиардов, скорее всего, это города Красноярска. Города Красноярска. Ну, такая приличная сумма. Разделить, да, ну, тут приличная сумма даже на каждого. И сумма эта растворилась неизвестно куда. То есть, да, понятно, что суммы откладываются на последующие выплаты, да, там, на следующий год. Но эти суммы перекрываются новыми страхованиями. Каждый раз эти суммы куда-то исчезают, исчезают. И причем на круглом столе Центробанку мы предложили, как Федерация Автолодельцев, и Сергей Канаев, наверное, уж сегодня отнес обращение к президенту Российской Федерации с нашими расчетами, где мы как раз рассчитываем о том, что те суммы, которые сейчас неизвестно куда исчезают, а страховщики жалуются на то, что им не хватает доходов, они бы могли идти в бюджет Российской Федерации. А каким образом? Дело в том, что все расчеты, все именно оплаты страхового полиса шли через Центробанк. Вот в Центробанк уходит вся сумма, 20% уходит доход страховщикам, 3% уходит в РСА, все остальные деньги уходят на выплату. То есть, именно клиент страховой компании, он уже не будет идти в страховую компанию, он уже не будет спорить с РСА, не будет спорить со страховой компанией, он уже будет непосредственно идти в Центробанк, и получаются, ну, именно свои убытки. А заниматься урегулированием убытков Центробанк тоже будет? Нет, заниматься урегулированием убытков будет как раз, так как страховые компании уже и так вышли из защиты прав потребителей. Закон о защите прав потребителей. В любом случае урегулирование идет через суды. К сожалению, еще... В смысле? То есть Центробанк будет собирать страховые премии, а люди будут судиться со страховыми компаниями? А страховые... Не будет просто судов. А знаете почему? А кто будет? Ну вот подождите, на урегулирование убытков нужно не просто, да, вот собрал деньги и дал. То есть надо офис для того, чтобы люди могли прийти, посадить туда людей, нести затраты на содержание этого офиса, на бумагу, зарплаты, все остальное. А по закону страховая компания обязана проводить экспертизу. Причем, ну, за экспертизу и за это она обязана заплатить. А сейчас я знаю еще больше нагрузки. Смотрите, нет... То есть это кто будет делать все? Кто будет затраты эти нести? Экспертизу проводит человек за свой счет. В смысле за свой счет, когда в законе написано... И получает он, в законе написано страховщик обязан. А почему вы тогда страховщики отправляете клиента проходить экспертизу, он платит компании, в которой он проходит экспертизу, да, потом они возвращаются при условии, если человек действительно не виноват. В законе написано так. Страховая компания в течение пяти дней с момента обращения клиента за выплаты страхового возмещения обязана организовать экспертизу. Если в течение пяти дней страховая компания по каким-то причинам не организует эту экспертизу, только тогда клиент может, в связи с невыполнением обязательств компании, идти и проводить сам. Вот это вот порочная практика, когда люди бегают и ищут эту экспертизу, причем такие... Но не на пустом же месте родилось, это порочная практика. Возможно, какие-то недобросовестные компании позволяли себе отправлять... То есть, к вам приходит человек за убытком, вы проводите за свой счет экспертизу, высчитываете убытки, причем еще один минус у РСА, обновляются базы по стоимости раз в полгода, независимо от курсов валют, независимо от повышения... ...таможенных пошлин. Раз в полгода, то есть, грубо говоря, остается еще запас на ценообразование. Плюс вы в любом случае получаете 20% дохода. А они куда идут? Они идут на зарплаты, на организацию ваших офисов, на как раз организацию общения с клиентами. Зарплаты разберем немножко попозже. Можно я вас прерву? У нас просто есть звонок, нас дозвонился телезритель. Вячеслав, по-моему, зовут. Вячеслав, у вас вопрос или предложение? У меня вопрос такой. Я, знаешь, 33 года за рулем, без аварии без одной. Я в надежде страхую все время. И мне постоянно навяливают дополнительные какие-то страховки, понимаете? Страхование жизни, я правильно понимаю? А у меня, например, страховка через неделю заканчивается. Вот они вот так специально делают. А подскажите адрес офиса. А? Адрес офиса подскажите, проведем проверку свою. Где это происходит? На Павлово, на Павлово находится, Надежда. Хорошо. Вот ваш офис. Вам разбираться. Ну, да, надо разбираться. Хотя могу сказать, что и Центробанк, и Роспотребнадзор, они поддержали. Еще в прошлом году эта ситуация была, когда был ажиотажный спрос на полисы, в то время, когда ряд страховых компаний ушли с территории, например, Красноярска и Красноярского края. В том, что продлять полисы необходимо заблаговременно, и страховая компания в соответствии с гражданским законодательством после поступления заявления в течение 30 дней обязана договор заключить. Даже если она по каким-то причинам не может сейчас, по техническим, там, не знаю, отсутствуют бланки полисов в конкретном офисе, да, там их подвезут позже. Однозначно человеку принимается заявление, и в течение 30 дней ему должны отправить запрос, позвонить и пригласить для заключения договора о страховании. Насколько я понимаю, штраф очень приличный, да, по-моему, 50 тысяч рублей? Для должностного лица 50 тысяч рублей, да, 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 которая отказала. Говорили совсем другую причину рассмотрения, то есть ему-то как раз говорили о том, что, ну, либо давайте вам дополнительные услуги, да, сделаем, либо это. Причем вот хотелось бы сказать, недавно звонил тоже человек один, и Росгустрах, ну, в компанию Росгустрах, Росгустрах говорил о том, что, вы знаете, это уже законом принято о том, что вот обязательно дополнительное страхование жизни за тысячу рублей. Нет, нет. Агент может предложить, то есть при продаже полиса ОСАГО может рассказать о страховых продуктах, предложить какие-то еще, но сказать, что я не продам вот этот полис, потому что ты не приобретаешь какой-то другой, такого закона мне предусмотрено. И я думаю, что и не предусмотрит, поскольку все-таки все остальные виды страхования, это добровольное, это добровольное. Вообще у нас всю неделю за тем, как будет меняться цена на ОСАГО, и как она менялась в течение последнего года, стрелил наш корреспондент Олеся Рожкова, тоже автовладелец, и вот давайте посмотрим ее сюжет на эту тему. А после сюжета у нас будет звоночек еще один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но учитывая не в нашу пользу движение курса рубля, мы сегодня уже несем значительные издержки в связи с подорожанием буквально всех запчастей и нормочасов на всех станциях техобслуживания. А это и есть главная наша составляющая наших убытков. Если заниматься только одним ОСАГО сегодня, это значит, компания не сможет работать ни одна. На такие меры правительство решило пойти после того, как многие игроки ушли с рынка. И неудивительно, ведь 12 лет тарифы по ОСАГО никто не менял. Зато запчасти ремонтные работы за это время подорожали. Плюс участили случаи мошенничества и количества судебных дел, средства на которые компании не закладывают стоимость полиса. Сейчас прогнозируют эксперты, многие компании вновь займутся страхованием ОСАГО, хотя прежде им придется взвесить все за и против. Ведь с пира апреля повысятся и страховые выплаты за ущерб жизни и здоровью. Со 160 тысяч рублей на 500. Вот Емельянова был сильный туман и пострадало в одном ДТП порядка 25 машин. Вот если раньше на все эти 25 машин лимит был 160 тысяч. Вот 160 вы там как, как вы распределите, это уже получается была проблема автовладельца. Сейчас на каждый автомобиль по 400. Страховые суммы будут 500 тысяч на одного человека. Это второе повышение выплат по ОСАГО за последние полгода. В октябре уже меняли предельный размер компенсации материального ущерба со 120 тысяч рублей до 400. При этом представители независимых экспертиз все равно ловят своих клиентов возле офисов компаний по регулированию убытков. Авторы постановления надеются, повышение выплат и повышение стоимости ОСАГО позволит избавиться от таких судебных тяжб. Правда, к страховщикам вопросы все равно остаются. По закону страховая компания по ОСАГО не имеет право получать прибыль более 20%. Если судить по 2013 году, то страховые компании получили в районе 156 миллиардов рублей общий доход. При этом при всем выплатили за ОСАГО восстановление и ремонт в районе 50%, 3% уплатили в РСА. Об остальной прибыли они ссылаются на то, что это секрет фирмы. Поэтому мы как федерация автовладельцев, как автомобилисты, в общем, не понимаем, в чем стремление страховых компаний заработать еще больше. Депутаты Госдумы уже предложили заморозить цены по ОСАГО на ближайшие два года, ведь подорожает полис по факту больше, чем на 40%. На прошлой неделе Центробанк принял решение. Страховые компании вправе к обязательным 40% прибавить еще до 20% по своему усмотрению. Сказать, насколько же все-таки подорожает ОСАГО, пока нельзя. Компании еще не определились, какой же процент из допустимого тарифного коридора они возьмут для себя. Но исходя из опыта октябрьского повышения, можно предположить, процент будет максимальным. А значит, ОСАГО подорожает на все 60%. Олеся Рожкова, Дмитрий Гаврилко, Павел Иваницкий. Программа «Живые мысли». Мы продолжаем прямой эфир, обсуждаем повышение полиса ОСАГО. Все-таки вот прозвучала фраза 40, 60, 40 или 60%. Страховым компаниям дали возможность тарифного коридора. И каждая страховая компания будет для себя принимать решение, по какому базовому тарифу она будет работать. Исходя из того, в каком субъекте она работает, какой страховой портфель, какие автомобили застрахованы, новые, старые, еще что-то. И будут определять каждый для себя из расчетов. А дальше это безусловно плюс, потому что это повлияет на конкуренцию страховых компаний по ОСАГО. Если раньше у нас тарифы были единые у всех. Ну в этом году 15% был коридор или 5%, но все, на минимум, никто не пользовался. Он несущественный. Мне кажется, такая российская особенность. А поскольку поскольку несущественно не обращались. У нас есть дозвонившийся. Анатолий... Алло, алло. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. У вас вопрос? Скажите, пожалуйста, вот я 25-го числа страховал машину, пришел туда. Они мне говорят, машину страховать не будем, если ты от несчастного случая не застрахуешься или от Клича. И отдал мне документы, иди отсюда, страхуй где хочешь. Как это так? Теперь, ну я что, подумал, подумал. И от Клича взял, сестру застраховал. Второе, значит, комиссара, если вызывать, комиссара я должен его оплатить. Анатолий Васильевич, здравствуйте, здравствуйте. В прошлом году страховал 2,5 тысячи. Вы меня слышите? А нынче 3,300. Алло. Алло, алло. Ну вот связь, к сожалению, прервалась. Ну видите, такая прям частая проблема. Это практика, но я могу сказать еще. Если вам где-то отказать, то есть у нас еще много работает посредников, агентов, которые просто не стесняются. Которые работают на несколько компаний. Ну, Росгострак, центральный, я вам скажу, Росгострак, центральный офис им звонят. Причем, я же вот недавно там проводил проверку общественной контроли. Ну давайте сразу, потому что у нас грешит этим не только Росгострак. Давайте уж мы не будем их так воспринимать. Говорят, что они там самые плохие у нас, самые такие. На сегодняшнем рынке они выглядят самые наглые, самые те, которые не боятся законов. Причем, когда мы проводили общественный контроль, я с видеокамерой снимал, они пытались меня вышвырнуть из своего офиса. Я вызвал полицию, с полицией мы дошли до руководителя, который Якименко только что показывали. На что он сказал, а, Фролов, этому тем более не дадим здесь снимать что-то. Чем дело закончилось? Дело закончилось, мы с полицией поехали. Я составил заявление на нарушение закона, статьи Российской Федерации в общественном контроле, статья 212, где... И суда еще не было? Суда еще не было. Конечно, сначала будет рассмотрение, освоение, да, и потом уже, естественно, опубликуем все. Ну а людям только здесь, в данной ситуации, можно посоветовать в том, что обращайтесь в официальные офисы страховых компаний, те, которые вот, конкретно офис этой компании. Здесь вот уже точно сотрудники, которые штатные, да, которые работают в этой компании, таких вот высказываний, да, там, приобретите такой-то полис или идите отсюда, точно не позволят. Давайте немножечко сейчас на рекламу прервемся, а потом продолжим нашу беседу. У нас есть еще один звонок. Василий, не кладите трубочку. Если мечтаешь, мир покори. Если стремишься себя проявить. Маме и папе, друзьям, покажи. Ты многое можешь, всем докажи. Хочешь быть ярким? Будь им. Подробная информация на сайте trk7.ru Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Красноярского края. Мы продолжаем разговаривать о удорожании ОСАГО. И вот пока шла реклама, у нас зашла речь о том, что сейчас стало очень много поддельных полисов. И, кстати, вот в связи с этим у меня тоже возникал вопрос. Очень много сейчас, сама наблюдая, на улицах стало таких дешевых автомобилей, которые подростки, ну, не подростки там, с какого-то возраста покупают себе за небольшую сумму, там, 50 тысяч, да. И, получается, ОСАГО на эти машины будет стоить до половины стоимости от этой машины. Соответственно, вот насколько они будут, наверное, страховать, и как сейчас обстоят у нас дела? Я вам скажу, такая практика уже была, и она, ну, существовала как раз в Владивостоке, когда автомобиль приобретался для того, чтобы его потом довезти и продать. Приобретался левый полюс, там, он стоил рублей 500, независимо от того, какой у тебя автомобиль. Там ставилась печать, роспись, все нормально. Человек едет, и все, ближайшего посту ГИБДД его могли остановить и перепроверить, действительно ли этот полюс соответствует действительности. Как говорят, набирают номер телефона страховой компании, называют номер соответствующий, который имеется, каждый полюс проверяется, ну, полюс, получается, недействительный. Но я вам точно скажу, при условии о том, что у нас сотрудники ГИБДД сейчас не так много работают, не так самих сотрудников ГИБДД много, эти полюсы будут пользоваться спросом. Ну, опять же, я, насколько понимаю, штраф-то всего 800 рублей, да, за отпутствие полюса? Сейчас рассматривается законопроект об увеличении вот этого штрафа, как раз, чтобы не было вот ситуации, потому что сегодня, вот буквально я смотрела статистику, у нас за прошлый год застраховано было автомобили порядка больше 900 тысяч, 930, по-моему, в Красноярском крае. За этот год уже статистика 800 с чем-то тысяч, то есть 100 тысяч куда-то делось. При этом в том, что количество автомобилей за год у нас выросло еще. То есть либо не страхуются, либо поддельные фальшивые, да? Предполагается, что да, да, либо совсем нет полюса, либо поддельные полюсы, как говорят, вот в интернете везде пишут, не для получения страховых выплат, для ГИБДД. Вот, да. Но сейчас эта практика с ГИБДД, она уйдет. С 1 июля закон предусматривает приобретение полюсов онлайн через интернет, сайты, вот, каждой компании. То есть можно вообще наводить, да? И у ГИБДД, то есть человек, да, электронный полюс покупает. И у ГИБДД сейчас они не просто бланк, да, там вот, хорошая подделка, и они поставили там на учет или остановили и отпустили, зная, что полюс нормальный вроде бы. А сейчас они будут пробивать по вот этой вот как раз единой базе действительность полюса. И уже сейчас так просто бумажку не покажут. А онлайн, эта система, скорее всего, и уничтожит вот эти вот дополнительные навязывания услуг. Конечно, конечно. То есть через онлайн-систему вы не сможете там страховые компании докажут. Я считаю, что это прекрасно. Знаете, у нас Василий, Василий нас терпеливо дожидается. Хочет, наверное, вопрос задать или мнение высказать? Василий, здравствуйте. Нет, у меня, наверное, скорее всего, добрый вечер, обширный вопрос такой будет. Вот я смотрел, Анатолий Васильевич, некто звонил, у него звоночек сорвался. Вот, и мне посоветовали отойти от телевизора, чтобы такого не случилось со мной. Давайте ближе к вопросу. Да, у меня вопрос, первое, это я все-таки хочу конкретно услышать, как бороться с навязыванием дополнительных страховок. То есть в открытых вообще говорят, что если вы хотите застраховаться, то вот мне предложили застраховаться от, так сказать, нетрезвого водителя. Так, с этим вопросом, ага, мы уже разобрались. И второй вопрос у вас какой? И второй вопросик. Я очень долгое время, больше десятка лет, езжу безаварийно, да? И вот как повышение, то есть у меня все повышается, повышается, так сказать, платеж-то по ОСАГИ. А куда вот эти деньги уходят? Мне-то от этого ни тепло, ни холодно становится. У меня вот такой вопросик. Хотите, чтобы льготы были за то, что вы безаварийно ездите? Ну, бонусы, да? Да, да, да. Как-то чтобы существенно это дело чувствовал на себе владелец, автовладелец, который очень долго ездит безаварийно. Все, я поняла. Ваш вопрос, все хорошо? Что касается доказательств, это в любом случае видеофиксация о том, что вам навязывают дополнительные услуги, передача в Центробанк плюс прокуратура. То есть можно прийти с камеры, с телефона и снимать, да? То, что вот Росгострах мне запрещал, это незаконно. То есть вы в любом случае можете снимать. Оператор, который недоволен, вы можете сказать, я могу ваше лицо нигде не публиковать, но могу замазать там, либо использовать только в случае доказательства вашего нарушения. То есть я могу передать в прокуратуру, а прокуратура не имеет права это публиковать. Вот, естественно, вы только на основании видеофиксации о том, что вам действительно вот эта компания, этот человек сидит и навязывает дополнительные услуги только таким образом. Просто написать заявление, да, проведется проверка, но те придут и скажут, ну, извините, у нас все нормально, мы дополнительно никого ни о чем не заставляем. Нет, здесь вопрос о том, что как все-таки получить страховку, вот, ну, если человек прям вот-вот-вот, то самый простой вариант, это позаботиться о страховании заранее, прийти в компанию, в которой ты намерен заключать договор страхования, написать заявление и ждать в течение месяца компания обязана заключить договор. И вот, ну, без всяких навязаний. Просто сделать все заранее, все спокойно, да? Сделать все заранее, спокойно, да. И тогда не надо будет там бегать по, там, не знаю, там, контролирующим. Ну, понятно, кто-то вынужден это делать, но кто, у кого время позволяет это сделать заранее, почему не прийти и не написать заявление, не побеспокоиться в улице. С бонусами, с бонусами для тех, кто ездит без аварийных. Вот это камень преткновения, потому что до 2013 года все бонусы накапливала та компания, в которой человек страховался до этого времени. С 1 января 2014 года все компании обязаны были слить все данные о накопленных скидках в единую базу в РСА и уже выписывать полис. И не надо теперь, когда человек хотел из одной компании перейти в другую, для того, чтобы у него сохранились скидки, необходимо было идти в ту компанию, в которой он был раньше, брать справку о накопленных скидках, теперь идти в новую. Сейчас каждая компания, в любую, в которую он не придет, она имеет доступ к этой единой базе и проверяет его скидки. Я вам все знаете, секретарь его расскажу. Самый минус получился, что те, многие, ну не многие, я не могу сказать, что все, но были такие компании, которые, когда сливали базу, немножко схитрили. Например, у человека уже был накоплен 40% скидка, они ее убрали, все, единичка. Именно с такой ситуацией в этом году я также столкнулся, мне пришлось писать заявление, пришлось донести доказательства. Я в течение месяца страховал свой автомобиль, ходил пешком, потому что, ну, я, как все автовладельцы... Давайте еще один звоночек, еще один звоночек принимем. У нас Александр, по-моему, дозвонился. Александр, здравствуйте. Алло, день, добрый. У вас вопрос? Да, вопрос. Задавайте. Первое, что я хотел сказать, я точно знаю, что раньше, до повышения цен, до октября месяца, страховые компании своим агентам выплачивали от 10 до 20% прибыли с полиса. Это агентский сбор был, который они получали зарплату. Вот вопрос просто был, куда деньги-то деваются, вот они туда девались. А второй вопрос, все-таки, вот последним повышением, что мы выиграем-то? Можно я отвечу на этот вопрос? Да, 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 я так понимаю. Повышение, во-первых, в том, что касается агентского сбора, сразу скажу, 10% комиссионного вознаграждения было заложено сразу в тарифе, это официальная цифра, выше которой страховая компания не имеет права платить агенту, но это фактически та же самая зарплата, потому что оформляет, например, не штатный сотрудник, а агент. Вот это, что касается вознаграждения комиссионного. Сейчас, кстати, очень многие страховые компании, понимая о том, что ОСАГО далеко не самый прибыльный вид страхования, просто исключили вообще агентское вознаграждение. Просто не платят, потому что пытаясь эти деньги как-то вот на выклады отправить. Что сейчас выиграют сами автомобилисты? Выиграют автомобилисты то, что с 1 апреля увеличиваются страховые суммы по жизни и здоровью. Увеличиваются существенно до 500 тысяч, до этого времени они были 160. При этом сам порядок выплаты упрощается. Если у нас, например, до 1 апреля выплаты были только компенсацией медицинских расходов, компенсацией утраченного заработка, а мы все прекрасно понимаем о том, что в больнице можно денег заплатить, но чеков никаких не получить. Можно зарплату потерять, но при этом не предоставить справку об утраченном заработке, потому что человек имел серый доход, да, вот как мы называем, для этого ни для кого не секрет. И получается, что затраты несли, а компенсировать, предоставить страховой компании было просто нечего. Сейчас этот порядок кардинально меняется. Есть таблица травм, и теперь человеку достаточно в страховую компанию принести только документ, подтверждающий, что он пострадал ДТП, и документ из лечебного учреждения, где прописан его диагноз и характер травмы. Дальше страховая компания берет эту таблицу травм, вот смотрит, там, перелом такой-то, это там 10% от страховой суммы, все, он получает от 550 тысяч, и уже никому, никто, ни страховая компания, на что эти деньги человек потратит, уже неинтересно. На приобретение костылей, не знаю. Ну это уже давайте тонкости. Вот промелькнулась такая информация, что вместе с новыми ценами, новый перечень документов нужно будет, вместе там с правами, ПТС, нужно будет еще обязательно справку из налоговой, вот это правда или неправда, о доходах, есть задолженность, нет задолженности. Для того, чтобы заключить договор страхования, или вы бы эту получите? Да, получить ОСАГО. Нет, вот только получить ОСАГО. Никаких изменений в закон нет, в правила ОСАГО изменений таких нет. Ну поговорить могут, конечно, у нас бывает иногда и с инициативами, там в Государственную Думу самыми нелепыми выходят, да, уже это раструбили все. Давайте уже, время нашей программы подходит к концу, давайте итоги подведем. Всю неделю мы спрашивали, считаете ли вы себя защищенным с ОСАГО, и у нас, значит, такие результаты. Вот в ходе СМС-голосования 38% считают себя защищенными, 51% незащищенные, и 11% ни разу не сталкивались. И на сайте у нас совершенно другие результаты. 70% считают, что да, ОСАГО это 100% возмещение ущерба, нет, 23% и 6% еще не сталкивались. Я хочу напомнить еще вот о такой вещи. В ходе подготовки программы я выяснила, что оказывается, теперь за все последствия суда должен платить страховщик. То есть это эвакуация транспортного средства, это и доставка скорой помощи к больнице, и даже возмещение дорожного ущерба инфраструктуре. То есть то, что на месте случилось, это тоже сейчас полностью ложится на плечи страховщиков. Так что, в общем, возможно, и повышение этой цены на ОСАГО, оно будет не таким уж и выгодным для самих страховщиков. Ну а на этом я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok